Ни вверх, ни вниз. Жители многоэтажки на улице Горького в Чебоксарах обратились в редакцию программы «Республика». Они сообщили, что лифт в их доме за 45 лет не то, что ни разу не меняли, ремонтировали кое-как. Наталья Мальчикова выехала на месте вместе со специалистами. Тут свет выключился. Откройте, пожалуйста, я не могу. Не нажимается кнопка, реально. У меня ни одна кнопка не работает. Лучше пешком с остановками. Седьмой этаж, восьмой, хоть девятый. Долго, тяжело, особенно сумками. Зато надежно. Чудо техники. Лифт в этом доме доверие не вызывает. Зато вызывает ужас. Это было давно уже. Оборвался трос. Женщина упала. Ну и что? Ничего не было. Сделали, завязали, связали. Неисправный лифт оторвал от земли и запер дома тех, у кого болят ноги и кто попросту не рискует зайти в эту кабину сюрпризом. Я на восьмом этаже живу. Я не поднимаюсь. А если буду подниматься, то этот действительный час я буду подниматься. Побаивается ездить лифте и Анна Центовская. Пару раз застревала. Эмоции через край. Это ужасная паника, потому что ты понимаешь, что ты едешь намного дольше, чем нужно. И ты думаешь, все, я сейчас вообще умру и больше лифтом пользоваться не хочется. И приходится носить, например, велосипед пешком по лестнице самой тяжелой. Ставить подъезды, коляски и велосипеды нельзя по правилам безопасности. Оставляют. У жильцов дети. Исписанные во всех смыслах стены выломанные кнопки. По иронии судьбы заменить части лифта пообещали прямо сегодня, когда приехала наша съемочная группа. Максиму Горького, 31, четвертый подъезд. Не работает кнопка лифта. 30 этажа. Необходимо срочно замену. Старшая по дому Вады Кочетова в удручающем состоянии лифта, да и всего подъезда винит жильцов. Мол, на собрание не ходят. Не видят ничего дальше порога своей квартиры. Все хотят жить хорошо. Чтоб вот вышел из подъезда и красная дорожка. Сделайте. Я вам, может быть, спасибо даже скажу. Но только не я. Они думают, что вот он живет в своей квартире. Это мое. А они не понимают, что подъезд это тоже его. Вот здесь около придомовой территории тоже его. И какие-то решения принимаются. Должны быть собцами. Собственники должны решить, что именно да, нам нужен ремонт. Лифт в свою отслужил. Такой вердикт поставили пенсионеру уже несколько лет назад. Но он продолжает трудиться до сих пор. Из последних сил. В 2019-2020 году жители проводили общее собрание собственников совместно с управляющей компанией для того, чтобы перенести сроки ремонтных работ и лифтов с 2037 года на ближайшие годы. Жители не оплачивают фонд капитального ремонта ежемесячной платежи, из-за чего жители данного квартирного дома получили отказ. Дом уже достаточно старый. Ему необходима замена. В ближайшее время, если не произойдет данная замена лифтов и лифтового оборудования, возможно, будет отключение лифтов. Поэтому настоятельно просим всех жильцов данного дома оплачивать своевременную оплату в фонд капитального ремонта для повышения процента сбора. С мнением представителей управляющей компании, согласно и в Республиканском фонде капремонта. Для девятиэтажного дома предельная стоимость на лифты установлена в Чувашии 2 миллиона 150 тысяч рублей. В этом доме, учитывая, что здесь находится 9 подъездов, 9 этажей, получается порядка 18-19 миллионов потребуется нам замена лифтов. Дом собрал на сегодняшний день с начала программы 7 миллионов 100. Пока не соберут остальные деньги, так и будут играть в русскую рулетку. Или ходить пешком. Вверх по лестнице. Наталья Мальчикова, Бахтиар Велиев, Республика.